добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания winoption signals и сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов trend rider system данная стратегия является трендовой что видно не только из названия а если судить по индикаторам кроме обычных гистограммных и направляющих индикаторов не есть информационные панели которые помогают принимать решения при совершении сделок а также дают понять в какой фазе на данный момент находится рынок при торговле по данной стратегии очень важно понимать что такое тренд и как по нему торговать чтобы подробнее узнать о тренде можно посмотреть наше видео ссылка на которое находится в правом верхнем углу на что еще хочется обратить внимание так это на информационные панели в данной стратегии которые находятся в правой части графика. На этих панелях можно узнать такую информацию, как название торгового актива и текущая цена. Также текущее изменение в цене и максимальный диапазон дня. Расстояние в пунктах от максимума дня и минимума дня. Следующая панель показывает наличие тренда и показывает в процентах силу восходящего и нисходящего трендов. Также можно видеть обозначение текущего тренда с подписью слабый или сильный. Далее идут уровни для цен или пивоты, которые можно использовать в торговле. Панель дневного диапазона показывает диапазон в пунктах за сегодняшний день, вчерашний день, а также за 5, 10, 20 и 50 дней. И на последней панели можно видеть время, которое разделено на разные города. Самой полезной информацией, которую можно взять из данных панелей, будет являться информация о текущем тренде. И поэтому при совершении сделок ее обязательно стоит учитывать. Также любителям уровней можно использовать пивоты, которые всегда показаны на панели. Но уровни не являются обязательными в данной стратегии. Вся остальная информация на панелях является второстепенной и больше подойдет для рынка Форекс, поэтому на нее можно не обращать внимания. Также, как можно было заметить, в стратегии присутствует большая дневная свеча, которая изменяется вместе с ценой. Но в торговле дневная свеча не будет принимать участие и нужна лишь для информативных целей. Также текущий торговый день обозначается более темным фоном, и поэтому можно видеть, где была открыта текущая дневная сессия. И точно так же этим фоном обозначаются минимум и максимум дня. Несмотря на то, что в данной стратегии довольно много индикаторов, все они построены на стандартных индикаторах из терминала MetaTrader 4. Поэтому рассмотрим настройки только некоторых важных индикаторов. Индикаторы Daily Data и Ferrux Multi Info – это индикатор панели и индикатор фонографика. Настроить под себя имеет смысл разве что панель. И настроить можно расположение панели, а также составляющие панели. Поэтому если что-то из этого для вас является лишним, то это можно убрать или наоборот добавить. Следующим индикатором идут часы, а далее стандартный индикатор Bollinger Bands, настройки которого можно видеть на экране. Также в стратегии используются скользящие средние с настройками 85, также 50 и также 35. И тип каждой из скользящих является экспоненциальным. Далее можно настроить сигналы стратегии, за которые отвечает индикатор Yamaha Crossover Signal. И обратите внимание, что основан он также на скользящих средних и настройки можно видеть на экране, но можно попробовать и конечно же свои настройки. И чем более высокие настройки вы зададите, тем более меньше будет сигналов. Следующие индикаторы находятся в подвале и первый индикатор также основан на полосах Bollinger. В данном случае индикатор окрашивает красный и синий фон на первом подвальном индикаторе. Следующий индикатор представляет из себя гистограмму в первом подвальном индикаторе. А далее идет стандартный стахастик с такими настройками. Следующими идут индикаторы флета и тренда, которые находятся в самом низу. Индикаторы являются одинаковыми, но имеют разные настройки. И также обратите внимание, что индикаторы основаны на MACD. И настройки первого индикатора идут 4.8.9, а второго индикатора 6.13.9. Последний индикатор мы уже обсуждали, и он идет такой же, как индикатор фона на осцилляторе, но с другими настройками. Теперь можно перейти к правилам торговли по данной стратегии. Так как в данной стратегии важен тренд, то и сделки будут совершаться только по тренду. И об этом нам будет говорить показания панели. Если мы видим слово UP зеленого цвета, то это говорит о восходящем тренде. А если видим слово красного цвета DOWN, то это говорит о нисходящем тренде. Также обращать внимание стоит и на скользящие средние, так как они будут вторым важным показателем. И если они направлены вверх и не находятся очень близко друг к другу, то это говорит о том, что и тренд восходящий. А когда они направлены вниз и не находятся близко друг к другу, это говорит о нисходящем тренде. Если же они переплетены между собой и направлены вбок, то это говорит о флете и в эти моменты сделки лучше не совершать. Несмотря на то, что индикаторов в подвале довольно много, использовать их очень легко. И помимо восходящего тренда, для опциона COW необходимо, чтобы все индикаторы были синего цвета, а осцилляторы гистограмма находились выше нулевого уровня. И также обязательно важно, чтобы появилась желтая стрелочка. А для покупки опциона PUT соответственно необходим нисходящий тренд, а также чтобы все индикаторы стали красного цвета, а гистограмма и осциллятор находились ниже нулевого уровня. После чего важно, чтобы появилась красная стрелочка. Экспирации в обоих случаях используются в 10 свечей. Отличным примером для покупки опциона COW может послужить данный участок, где мы видим восходящий тренд, а также все нужные сигналы. В данном случае на панели у нас зеленое слово UP, также скользящие средние направлены вверх и не находятся рядом с друг другом. Помимо этого появилась желтая стрелочка, а также все индикаторы стали синими, а осцилляторы гистограмма находятся выше нулевого уровня. Поэтому можно покупать опцион COW с экспирацией в 10 свечей. В данном случае можно видеть отличный пример для покупки опциона PUT и у нас нисходящий тренд, что показывает панель. Также появилась красная стрелочка, скользящие средние направлены вниз и не находятся рядом друг с другом. Все остальные индикаторы красного цвета, а осцилляторы гистограмма находятся ниже нулевого уровня. Поэтому можно покупать опцион PUT с экспирацией в 10 свечей. И в заключении хочется сказать, что обязательно стоит протестировать данную стратегию на демо счету перед тем, как переходить на реальный счет. И также не стоит забывать про правила мани менеджмента и риск менеджмента и не рисковать в одной сделке более чем 5% от депозита. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!